Валентин Юрьевич Николаев И после голодания организм меняет свои вкусы И у меня появились вопросы Почему та пища, которую я ел раньше, она мне после голодания не нравится А вот привлекает меня, допустим, просто морковка или вот морковный сок Ну, эти вопросы, они у меня как бы внутри где-то жили Но однажды я услышал лекцию Даниэляна Такой был пропагандист сыроедения Ваге Даниэлян Он и сейчас жив, он живет в Ереване Ему сейчас более 80 лет, я точно не помню, 83 примерно И он приезжал в Москву Он рассказывал о сыроедении Я случайно попал на его лекцию, меня очень это заинтересовало Я дождался, когда все уже разошлись Мы с ним познакомились, побеседовали Он мне рассказал о своих, так сказать, достижениях И дал почитать перевод Его собственный перевод, он переводчик с английского И перевел книжку Атерова «Сыроедение» Сокращенный перевод я прочитал И очень меня она зацепила Я подумал, что многие вещи, которые там рассказываются Они находят подтверждение в моих ощущениях после голодания Эти вещи очень интересные Я все свои вопросы вдруг свел в одну гипотезу И эта гипотеза у Даниэляна звучала так, что Люди по природе должны питаться естественной натуральной пищей в сыром виде И то, что они искажают эту пищу, варят ее, жарят, парят Это приводит их к болезням И большинство болезней человека объясняются именно неправильным питанием И я решил, что у меня нет другого пути, только это проверить Предупредил меня, Даниэлян, что если ты хочешь проверить сыроедение То нужно год не есть ничего вареного Только тогда ты ощутишь все эффекты Я очень, так сказать, упрямый человек и любопытный Поэтому я решил, что год я продержусь точно А там видно будет Но он еще предупредил, что потом вернуться на вареную пищу не сможешь Потому что начнутся все прежние болезни И может быть даже какие-то новые И тем не менее, я вот в 1977 году, 8 марта этот день хорошо запомнил Я проголодал 10 дней Потом начал питаться исключительно сырой пищей У меня был один принцип Можно есть все, что угодно, но только в сыром виде Чтобы ничего вареного не попало Или переработанного каким-то образом В натуральном свежем виде Вот так и ел Я ходил, ел по парку Листья пробовал, травы пробовал По магазинам ходил, удивился, что в магазине Все переработанное Там ничего нельзя съесть сыроеду Очень редко что-то можно найти И все-таки, когда прошло месяца 3 Я уже начинал ощущать многие эффекты положительные О которых Данилян рассказывал И позже еще больше Хорошо, все было благоприятно Все очень здорово Но я все-таки ел очень много И вдруг где-то уже через 9 почти месяцев Я поел немного и наелся У меня удивление было Как же так? Я обычно съедал гораздо больше И все было голодное А тут наелся Прошло еще дня 2-5 Я наелся небольшим количеством И очень быстро я стал набирать вес Кстати, вес был у меня на 9 килограмм ниже исходного Я всегда был худоватый А тут я был вообще коще бессмертный И вес стал вдруг прибавляться Прибавились силы Которые Выносливость-то была хорошая Но, так сказать, максимальная мощность Максимальная сила была уменьшена Все стало на свои места Все выровнялось Все проблемы кончились И я стал небольшим количеством пищи Насыщаться вполне Прошло еще, ну, не помню Порядка месяца Настал Новый год И у нас большое было Такое целое представление С Оболиной собрались Много людей И был конкурс кулинаров То, что приготовил А у меня все время мысль Как же так? Что же я буду там есть? Там ничего вареного нет Проблемы нет Я могу ничего не есть Но у меня любопытство А что будет? Со мной, если я поем Что-нибудь Из-за того, что все люди едят Даниилян предупреждал Что будет болезнь Интересно Какие И как это будет выглядеть Я, значит Просто решил проверить И начал есть все Что там было заготовлено Пирожки, конфеты Булочки, салаты Все было Как-то очень по вкусу Необычно Для меня Я отвык совершенно от этого Мыльная колбаса Какая-то Какие-то торты Невероятные Сладости И я, значит Несмотря на все Что мне это противно было Я все-таки их поем И на следующий день Я был больной Я уже не мог шевелиться Я очень задумывался Что же из этой пищи Меня так отравило Когда Дня через три Я пришел в себя И стал уже ходить на работу Оказалось, что у наших сотрудников И у тех, кто с нами праздновал Новый год Все нормально И никаких неприятностей не было А вот у меня Кто отвык от вареной пищи Вот такие неприятности Но что меня так отравило Ведь каждая пища имеет Разный химический состав Не может быть все одно и одинаково Значит, какая-то пища меня отравила А какая-то нет Может быть, я слишком длинно рассказываю У меня это все в книжке описано Но я короче скажу Когда я подумал Как выяснить Какая пища меня отравляет Я начал эксперименты Я начал За Всю неделю сырого питания В пятницу вечером Съедал Какой-то образец проверяемый Допустим, я съел Ломоть хлеба И после Я в субботу и воскресенье Записывал Какие-то ощущения Какие-то изменения Я, во-первых, сразу же почувствовал То самое новогоднее отравление Которое у меня было Но в меньшей степени Оно было чуть-чуть Как, например, люди Которые питаются традиционно и обычно Как они могут заинтересоваться Таким переходом на сыроедение На сырую растительную натуральную пищу Состояние сыроеда Когда он вышел на такой режим Когда он уже наедается Небольшим количеством пищи Оно непередаваемо Трудно его описать Человек делается Во-первых, бесконечно выносливым Во-вторых, у него улучшаются Все показатели жизненные Все возможности Голова работает отлично Выносливость не только физическая Но и умственная И человек Всегда в хорошем настроении У него никаких Не бывает депрессий Никаких плохих настроений Он все время радостный Это многие отмечают И все эффекты Трудно перечислить Если говорить о том Что человек Который раньше мог простужаться То у него все это уйдет совершенно Он не может простудиться Даниилян-то мне рассказывал Такую вещь Что если он Наспорт Садился В рефрижератор Который возит из Тбилиси В Ереван мясо А на обратном рейсе Едет пустой Он в одних плавках Наспорт В этом рефрижераторе Доехал до Тбилиси Не замерзая Он прыгал Он пытался физически Там согреться Но он не боялся Что он заболеет Он говорит Заболеть Простудиться Сыроеду невозможно Более того Я скажу Если человек Даже обычно питающийся Продержится месяц Без вареной Крахмалистой пищи Он не сможет Простужаться Вот на всех экспериментах Я выяснил Какие продукты Наиболее вредны Для человека Можете о них Рассказать немного Да Вот самые Самые тяжелые продукты Для меня И как потом я выяснил И для других людей Тоже Это Прошедшая Высокотемпературная Обработка Это кофе Какао Ну шоколад Одним словом А иногда мы видим Шоколад дают детям У них нет Яркой реакции На это И они привыкают И у них Организм От этого страдает Но У сыроеда Если он Год продержался На сырой пище Острая реакция Будет на шоколад На втором месте Жиры Которые прошли Тепловую обработку Жиры Которые прошли Обжаривание Становятся Я даже стал По Баллам Оценивать Вредность Продуктов Вот если За 100 баллов Принять Самые вредные Кофе И какао Шоколад То Жиры Жареные Где-то Около 90 баллов Вредности Потому что Очень небольшое Количество Приводит Тяжелые реакции Но уже На жиры Другая реакция Потом На крахмалы Реакция Если я поел Картошки Вареные Или печеные Или жареные Тоже реакция Тяжелая Но она Отличается От реакции На жир То есть Я пришел К такому Состоянию Что если Меня В бессознательном Состоянии Накормить Какой-то Смешанной Пищей То на следующее Утро Я могу Давать Анализ Состава Этой Пищи Был ли Был ли там Жареный Жир Был ли там Какао Кофе И был ли там Крахмал Потому что Реакции Различаются И вот Если человек Месяц Не будет Есть Крахмал Он не сможет Простужаться Если он Не будет Месяца два Есть Жареные Жиры У него Не может быть Никаких Ангин Или Проблем С Гландами Валентин Юрьевич А скажите Пожалуйста Очень многие Люди Спрашивают А как Быть Вот с теми Самыми Состояниями Когда Ощущается Дискомфорт При переходе На такое Растительное Питание Вот здесь Трудно Сказать У кого И какие Будут Проблемы Заранее Не видно У меня В этом плане Проблем Не было У меня Вообще Желудок Как говорят Гвозди Переваривал Но Никаких Проблем Не возникает У тех Людей У которых Как я Понимаю Был опыт Большой Опыт Употребления Сырой Пищи Растительной В свежем Виде В детстве Например Особенно Видимо Предстоит Как-то Это выяснять Почему-то Наука Практически Этим Не занимается Не интересуется Какая Пища Как Усваивается У человека Однажды Я позвонил В институт питания И предложил Там Эту тему Провести Эксперименты На мне Допустим Или на ком угодно Мне ответили Так Что у них Эта тема Была Она Закончена Закрыта И больше Никого Не интересует Как я Понял Они изучали Сыроедение На людях Которые Питаются Обычной Пищей А им Дали на время Сырую И посмотрели Как будет Конечно Будут Одни Неприятности Переходный Этап Содержит Дает Много Неприятностей Людям Но у всех По-разному Одни Легко Проходят Этот Переходный Этап Год Сырой Пищи А другие С большими Проблемами От чего Это зависит Пока Так и не удалось Выяснить Спасибо А скажите Пожалуйста А как Быть Например С теми Состояниями Когда люди Теряют Вес При переходе На такое Питание Как я Говорил Уже потерял 9 Килограмм Тогда И потом Очень быстро Набрал Обратно Так что Я скажу Что Эта проблема Временная Она Как С этим Быть Устранить Это едва Можно Можно Представить Себе Так Что Организм Заменяет В себе Те Вещества Которые Накопились От питания Вареной Пищи И Удаляет Их Теряет Вес А потом Когда Уже Научился Усваивать Сырую Пищу Он Набирает Массу Уже Живую Так сказать Новые Вещества Более Нормальные Для организма Понятно Валентин Юрьевич Скажите пожалуйста С чего Можно начать Обычно Питающемуся Человеку Чтобы Перейти На Сыроидение Лучше Всего Пройти Голодание Хотя Б Дней 10 15 Ну Это Если человек Не имеет Такого Опыта Нужно Сначала Осваивать А После Голодания Начинать Есть Все Сырое И Больше Никаких Проблем Только Сырое Если Начнутся Какие-то Кризы Как говорят Сыроеды Вот Мало У нас Кризы То Их Приходится Только Терпеть Других Путей Я не Знаю И Если Человек Начинает Компенсировать Он Говорит У меня Вот Дефицит Белка Я Поэтому Буду Там Какие-то Продукты Восполняя Белок Есть Животные Но Тогда Организм Не будет Переходить На Ту Пищу Которую Он Собирается Перейти Он Приспосабливается К сырой Пище Только Тогда Когда Живет На этой Сырой Пище Если Ему Добавлять Какие-то Витамины Он Не научится Сам Их Вырабатывать Вот Этот Переходный Период Он Нужен Для Того Чтобы Организм Вспомнил Как Предки Жили На Сырой Пище И Как Они Ее Обрабатывали Когда У него Эти Процессы Восстановятся Когда Организм Вспомнит Как Надо Обрабатывать Сырую Пищу Тогда Все И вес Появится Поправится И Все Витамины Появятся И все Будет Нормально Потому Что Большинство Людей Переходят Нормально Некоторые С Большими Проблемами Но Это Проблемы Связанные С Их Исходным С С С Детством Видим Спасибо Валентин Юрьевич А скажите Пожалуйста Какие Существуют Виды Сыроедения И Как Человеку Разобраться Во всем Этом Многообразии Люди Пытаются По-разному Так С Приспособиться К Этой Сырой Пище Что Она Дает Преимущество Это Факт А Вот Как Перейти На Эти Преимущества Некоторые Начинают Плавно Переходить Постепенно Начинают Вот Это Может быть Иррационально Для Тех У Кого Есть Проблемы С Пищеварением Начинают Убирать Из Употребления Самые Трудные Для них Продукты А это В первую очередь Как я говорил Вот Кофе Какао Шоколад Я не говорю Об алкоголе О каких-то Там Курении Наркотиках Об этом Можно и не Говорить Конечно А вот Хлеб И Картофель Который Для нас Святыня И Так Кстати Мы все Привыкли К ним Вот Их Убирать Довольно Трудно И Довольно Долго Остается В памяти Вот это Вкусовые Ощущения Запахи Привлекают Нужна Сила воли Чтобы это Преодолеть Но Плавный Переход Вот такой Постепенный Удаление Самых Вредных Продуктов Он Дает Возможность Людям Неисправными Неисправными Органами Какими-то Постепенно Наладить Их А вот Резкий Переход Доступен Более Здоровым А так По Питанию Сырой Пищи Есть Варианты Такие Некоторые Пытаются Еще Употреблять Какую-нибудь Животную Пищу Некоторые Рыбу Пытаются Еть Сырую Даже Соленую Некоторые Пытаются Там Яйца Есть Желтки Есть Заботятся О том Что может Не хватать Витамина В12 Есть Люди Которые Начинают Питаться Салатами Это Большинство Я тоже Начал С салатов Но очень Быстро У меня Был Интерес К тому Какая Пища Мне Дает Какой Эффект Я искал Ту Которая Меня Насытит И стал Употреблять Раздельно Каждый Продукт В отдельно Без Смесей То есть Моносыроедение Стали Называть Теперь Моносыроедение Я почему-то Раньше Назвала Это Раздельное Питание Это То же Самое Практически Если я ем Один продукт И когда я его съел Я почувствовал Какую-то Реакцию Организма На него Какой-то Вкус Организм Начинает Понимать В каком продукте Что содержится И сам Начинает Подсказывать Что ему Нужнее Что ему Нравится Что ему Не нравится Он Начинает Чувствовать Даже Вредности Которые Содержатся В современных Организмах Много В современных Продуктах Много Химии Всякой И вот И даже Эту химию Человек Начинает Чувствовать Когда питается Раздельно А когда он Ест все В смеси В салатах То Он ничего Этого Не может Заметить Есть Варианты Когда люди Через Блендер Или Какими-то Другими Способами Делают Смеси Туда Соединяют И Листья И Травы И Бананы И Какие-то Фрукты И даже Зеленые Коктейли Коктейли Для начала Это можно Применять И наверное Кому-то Это На пользу Потому что А это Дает Возможность Использовать Экологически Чистые Продукты Хотя бы Потому что Так вот Листья Я например Ел листья Липы Листья Вяза Одуванчики Крапиву Все Все Довольно Трудно Есть А когда Сделаешь Все Это В коктейле То Наверное Проще Но В принципе Все Таки То Что Называется Сыром Моноедение Это Это Самое Правильное Для Человека Который Уже Приспособился К сырой Пище То есть Съесть продукт Ничем его Не посолив Не поперчив Без всяких Добавок В первозданном Виде Соль То люди Стали Позже Когда-то В древние Времена Когда еще Люди Жили У костра Посуды Не было Они могли Жарить Птичьи Яйца Печь Птичьи Яйца Могли Жарить Какую-нибудь Там Живность Которую Поймали И Технология Шашлыка Могла Возникнуть Раньше Но Растительную Пищу Люди Ели Всегда Во всю Свою Историю Начиная С амебы И кончая Высшими Существами Миллионами Лет Вся Пища Сырая Все Люди Предки Наши Ели В сыром Виде Если говорить о том, что люди как-то приспособились за это время, за какие-то, может быть, 7 тысяч, может быть, 6 тысяч лет к вареной пище, да, конечно, как-то приспособились, но это приспособление неполноценное, потому что, когда человек переходит на сырую пищу, все вот эти эффекты, которые он получает, в смысле выносливости, В смысле защиты от болезнь, в смысле защиты от болезнь, говорят о том, что наши приспособления к вареной пищи еще слабовато, и сырая пища дает организму человека большие преимущества, хотя переходить довольно трудно. Лучше с детства, если люди, если люди поняли, как надо питаться и смогли своих детей выращивать в режиме сыроедения, то это счастливейшие дети. Валентин Юрьевич, ну вот мы с вами живем в Москве, как, например, человеку сориентироваться в многообразии всех продуктов, растительной пищи, как выбрать более натуральные продукты, органические так называемые продукты, как быть? Это трудный вопрос. Он трудный и для всех, не только для сыроедов, потому что большинство вредностей, они так и остаются в пище. Надо самое рациональное, конечно, самое лучшее, это если человек живет сам на земле, сам выращивает свою продукцию и перейти от использования химических одобрений к органическим. Когда покупаем в магазине продукты, то мы, конечно, рискуем. Те же арбузы я многократно, даже на вкус уже теперь различаю, даже это не вкус, а какое-то ощущение, что арбуз насыщен ядохимикатами. Последние, вот в этом году, арбузы стали легче. В прошлые годы бывало так, что арбуз просто купил и не смог есть. По морковке тоже иногда попробую на рынке. На вкус определяю. Если человек только что переходит на сыроедение, то он не определит этого. А вот когда есть большой опыт... То есть не нужен даже нитратометр, да? Нитратометр, он, конечно, может быть и на пользу, но он дорогой, а вот я пользуюсь своим вкусовым ощущением. У нас семья тоже этим пользуется. Я куплю на рынке немножко, попробую, понравилось. Тогда у этого продавца покупаю больше. То есть органическое выращивать либо самим, либо продолжать есть, но питаться растительной пищей просто. Так как все равно это полезнее. Так я поняла. Пища дает большие преимущества, несмотря даже на химию, которая будет и в ней, может быть, чуть меньше. Некоторые химикаты распадаются при тепловой обработке, но многие остаются. И человек на вареной пище обязательно получит болезнь. А вот от этой химии еще неизвестно, что будет. Она неприятна иногда на вкус. Иногда чувствуется тяжелая голова, если поел огурцов, которые насыщены какими-то химикатами. А по ощущению в целом все равно сыроеду лучше, чем, как некоторые сыроеды говорят. В сравнении с сыроедами остальные люди, которые питаются блюдами, так называемые, блюдоеды их называют. А как быть, когда большая часть, например, медицинских представителей, врачей, средств массовой информации говорит о том, что нужно есть мясо, нужно есть вареную пищу. И современная диетология отрицает в том виде сыроедений, о котором мы говорим сейчас. Они правы. При том питание, которое сейчас распространено среди людей, они должны как можно разнообразнее питаться, потому что при тепловой обработке гибнут самые ценные вещества в пище. И приходится максимально разнообразить. И даже идти в аптеку покупать витамины, и даже какие-то уколы делают витамины. Потому именно, что тепловая обработка лишает пищу живых натуральных молекул, которыми мы привыкли эволюционно питаться. И если сравнивать сыроеда с теми же блюдоедами, то, надо сказать, врач, который увидит сыроеда, будет очень удивлен. Он не может себе представить такого состояния даже. Скажи ему, что я могу трое суток ехать на машине без сна в моем возрасте. Пришлось однажды. Никто не поверит. Ну, вот трое суток ехал. Ну, короче, что тут скажешь. Современная медицина знает только узкий круг своих пациентов, которые в основном инвалиды. Я называю это инвалиды пищеварения. Они инвалиды с детства. Это инвалиды, которые выросли на вареной пище, и у них пищеварение не способно переваривать сырую пищу в полной мере. Они могут съесть апельсин, из него возьмут углеводы, там еще что-то немножко. Но стопроцентно усваивать клетчатку, усваивать растительную пищу они не способны. Так что медицина – это наука, занимающаяся изучением инвалидов по пищеварению. Спасибо. А вот у меня вопрос по поводу того, какие продукты можно смешивать и какие нельзя. Существуют ли определенные правила? У Шелтона есть теория раздельного питания. То есть он расписал, какие продукты с какими можно смешивать, какие нельзя смешивать. Я скажу так, что самый лучший вариант – это никакие продукты не смешивать. Но если уж и что-то смешивать, то очень близкие. Допустим, листья липы, одуванчики, крапиву и какие-то другие вот листовые растения. Может быть и капусту даже туда. Может быть и что-то такое, ботву, укроп, сельдерей, петрушку. Вот такие однородные. Может быть и можно смешивать. Но зачем? Такой потребности не возникает практически, когда уже человек приспособился к сырой пищи. Есть точка зрения, что не усваивается один продукт без другого. Вот это ошибочная точка зрения. Это точка зрения именно на основе изучения блюдоедов. Сыроеды и все живые существа на Земле, кроме людей, питаются без смеси. Смеси возможны только в посуде. А все живые существа пользуются. Вот нашел какую-то пищу – ест. Нашел другую – ест другую. И тогда все усваивается очень хорошо и нормально. К этому эволюционным и наилучшим образом приспособлены. А вот когда питаются вареной пищей и тем более смесями, тогда организм приспосабливается к смесям. И переучить его нужно довольно долго. Год целый не есть ничего вареного. Смеси на сыроедении не нужны по существу. Если только для того, чтобы переходный этап как-то пережить и в начальной фазе этого переходного этапа питаться смеси. Я довольно быстро перешел на раздельное питание и не жалею. Голодал. У меня был период, я 46 дней голодал. Но у меня были тяжелейшие состояния, от которых я должен был каким-то образом избавиться, и только сыроедение меня от этого избавило. Это история с тем, как меня накачали пенициллином. Мне было 20 лет, пенициллин только-только тогда появился. И по малейшему поводу его применяли. А у меня был гайморит. Сейчас бы я его вылечил. Фу-фу-фу-фу, одним, так сказать. Да и у меня сейчас его невозможно вообще. Вот если у кого-то гайморит, могу вылечить очень быстро питанием только. Исключением из питания вредных веществ. Вот так. А тогда меня накачали пенициллином, и после этого у меня начались невероятные проблемы. Тромбофлебиты, боли в суставах. Множество проблем, которые постоянно присутствовали и со временем усиливались. И я не мог понять, в чём дело. Мы с отцом ходили по многим медикам, и мне советовали, надо попробовать разные антибиотики, может быть, что-то поможет. Но как потом выяснилось, это последствия применения пенициллина. У меня теперь отсутствуют практически клапаны глубоких вен в ногах. Если бы не сыроедение, я бы давно-давно уже не жил. И слава Богу, спасибо Даниилляну, я нашёл способ жить дальше. Благодаря сыроедению я справляюсь с этими проблемами. То есть оно ещё и продлевает жизнь? Ну, конечно. Когда мы с отцом пришли к специалистам по сосудам, они меня пообследовали и сказали отцу, мне они этого не могли бы сказать, а отцу сказали, он у вас долгожитель, с такими сосудами не живут. А мне было тогда 55 всего. Ну вот 20 лет с тех пор я надеюсь ещё не... И дай Бог ещё много-много. Теперь так, по поводу вот того, что некоторые люди очень привыкли за свою жизнь питаться белками и мясными в основном, им очень трудно перестраивать организм на сыроедение. Я вот всё хочу найти способ выяснить, почему одни люди переходят с удовольствием, может быть, это вегетарианцы, и переходят хорошо, а другие тяжело. В чём здесь главный принцип? Какая-то реактивность организма должна быть сохранена, и человек тогда может перестраивать свой организм. А если он консервировался на каком-то одном режиме и уже не принимает какие-то изменения в питании, то ему будет трудно переходить. Но вот это надо будет как-то выяснять. То есть вы предполагаете дальнейшее исследование этого питания? Меня очень интересует, как это исследовать, не знаю пока. У меня же нет возможностей таких, как, допустим, в институте питания. Они могли бы собрать несколько сыроедов, пообследовать, но это не даст экономической выгоды никому. Это определяет всё. перспектива науки только там, где есть какая-то экономическая выгода. А то, что население может быть гораздо здоровее благодаря правильному питанию, вот этому, пусть даже не совсем сыроедению, но исключением самых вредных продуктов, вот это даст экономике даст экономике мощнейший толчок, если бы это было осознанно в масштабах страны, и если бы это можно было использовать. Как это сделать, пока не знаю. Гораздо меньше пищи нужно человеку, в пять раз это точно, по сравнению с тем, что едят люди, если они приспособили себя к питанию сырой растительной пищей. Экономия большая. Валентин Юрьевич, спасибо большое за Ваши подробные и очень интересные ответы на вопросы. Спасибо, что Вы согласились рассказать об этом. Я думаю, что если будет ещё дополнительный интерес, мы с удовольствием, с радостью пообщаемся ещё раз. Спасибо Вам большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...